О роли средств массовой информации в жизни нашего общества сегодня можно говорить много. В век технического прогресса, когда человек получает информацию из разных источников, так важно укрепить позиции тех печатных изданий и электронных СМИ, профессионально и правдиво освещающих нашу действительность. Именно эта мысль стала лейтмотивом встречи журналистов, блогеров и молодых активистов Северокавказского округа с общественным деятелем и ведущим Первого канала Максимом Шевченко. Другой, не менее важной проблемой сегодня, как было отмечено на встрече, в республиках Северного Кавказа является нехватка в регионе независимых СМИ, которые остро реагировали бы на социальные проблемы и обозначили их общественности, изобличая при этом нерадивых чиновников. Существует определенное во многих регионах Кавказа, ну скажем так, технологическое, на мой взгляд, и кадровое, технологические непонимания и кадровый голод. Вот я, допустим, могу сказать, что мы запустили сейчас ресурс «Кавказская политика», которым я являюсь главным редактором, который, наверное, многие из вас видели, да? Нам просто не хватает журналистов. Поэтому я попросил вас прийти сегодня на эту встречу для того, чтобы, может быть, вам рассказать о журналистике, о задачах строительства и создания общекавказского журналистского такого пространства. Участники встречи отмечали также, что в округе сегодня существует дефицит профессиональных журналистских кадров. Об этом в своем выступлении сказал и главный редактор известной дагестанской газеты «Черновик» Магди Камалов. Камалов поделился опытом работы с коллегами и рассказал о своем видении существующих в Дагестане проблем в сфере журналистики, которые, по сути, в большинстве своем характерны и для других субъектов округа. У газеты должна быть позиция, своя должна быть позиция, которой она должна всегда придерживаться. Изначально, когда открывается газета, и именно открывается как независимая, как говорящая на стороне закона, на стороне обычных людей, которые устали от беспредела, это должна быть газета, которая открывает группу единомышленников. Единомышленников с гражданской позицией, с мужеством, потому что это очень тяжелое дело, очень тяжелая работа. Активно обсуждалась на встрече и тема использования интернет-ресурсов для решения социальных и других значимых проблем в регионе. Говорилось также о необходимости активного развития на Северном Кавказе блогерского движения, которое сегодня имеет значительное влияние на общественное мнение в разных государствах мира. Грамотное использование современных технологий в деле объединения, прежде всего, молодежи с активной жизненной позицией и равнодушной к несправедливости, безусловно, поможет в решении многих насущных проблем, считает блогер из Чечни Раджаб Мусаев. На Кавказе, к сожалению, вот мы вроде бы интернет есть, там каждый из нас заходит, пользуется им, но, к сожалению, 90% молодежи пользуются только, чтобы там фотографии друг друга посмотреть, там с противоположного пола людьми пообщаться, да, новые знакомства завести. То есть в основном это все переводится в плоскость каких-то личных общений, и никто практически не использует интернет для увеличения своей какой-то аудитории, для формирования себя и своего блога как независимого источника информации, как гражданского журналиста. Говоря о роли современных СМИ, участники встречи особое внимание уделили вопросам противодействия экстремизму и терроризму, отметив при этом, что гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений крайне важный аспект в решении этой проблемы. Поэтому так важно, чтобы деятельность средств массовой информации была направлена на достижение этой цели. Каждое слово в материалах на тему экстремизма должно быть выверено. Гражданская позиция всех неравнодушных к судьбе своего города, республики и в целом страны должна четко отражаться и в публикациях журналистов. Надо полагать, что никто не станет оспаривать тот факт, что средства массовой информации сегодня формируют общественное мнение. Именно происходящие события и журналисты задают политический дискурс, в котором смысл должен существовать с определенной логикой. На самом деле той группы образованных людей, которые ощущают себя журналистами, пиарщиками, как угодно себя называйте, но по крайней мере каким-то образом ответственную перед обществом, народом или своими народами, в целом страной, людьми, задача политической повестки, ее обсуждения всерьез, является задачей жизненно важной, жизненно необходимой. В завершении встречи журналисты и блогеры Северного Кавказа выразили надежду, что совместными усилиями удастся решить многие насущные проблемы региона. И в ближайшем будущем средства массовой информации, которые называют четвертой ветвью власти, на самом деле станут таковыми и станут надежными защитниками прежде всего интересов граждан. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.